Дамы и господа, представляю вам соперников. В синем углу боец из города Челябинск. Ему 30 лет. Рост 186 сантиметров. Вес 83 килограмма 800 граммов. Профессиональный рекорд 7 боев. 5 побед, 2 поражения. Денис Хоматов. Его соперник в красном углу. Из города Старый Оскол. Ему 29 лет. Рост 185 сантиметров. Вес 83 килограмма 800 граммов. Профессиональный рекорд 3 боя. Во всех одержаны победы. Давид Глатун. Реферер Семен Стахеев. Боксеры на середину. Слушаем меня командой внимательно. Желаю ему удачи. Пожарюйте полгам. Возраст и рост вес бойцов на ваших экранах. Мы видим, что на год младше давит на сантиметр ниже. Одинаковый вес показали на взвешивании ребята. Но серьезно перевесили на самом деле. Потому что 79,4 полутяжелый вес. А здесь уже практически такие крузера у нас в ринге. Сразу пошел вперед. Мы видим Давид Глатун. Давид Глатун. Слушайте, ну это прекрасно. Добавляет зрелищности. В желтых перчатках Давид и зеленых. Денис. И нужно отметить, что... О, хороший боковой сейчас от Гладуна. Деврач. Что Денис Хаматов это первый серьезный соперник. Если прослужные списки для давида. Денис начинал очень хорошо свою карьеру. Вы имел пять побед. Но и потерпел, как мы уже говорили, два поражения. И зависит сейчас, насколько он восстановился после того поражения от Василия Войциковского. Да, причем два поражения были досрочные подряд. Это, мягко говоря, неприятно для боксера. Да, ведь Гладун, видимо, об этом в курсе. И, мы видим, попытался сразу же спрутануть в начале первого раунда. Но выдержал, выдержал этот натиск Денис Хаматов. Пытается он так немножко выставить на нужную для себя дистанцию своего соперника. Плотно, мы видим, он держит перчатки высоко у головы. Два боковых от Гладуна, но больше по площадям. Но прям летит, летит, как паровоз. О, хорошо, хорошо. И повело, мне показалось, Дениса Хаматова. Для Хаматова очень важно выдержать вот этот вот, наверное, начальный натиск. Снова боковой за перчатку, да, пошатнулся здесь. О, попадает тяжело, попадает девчоник Гладун. Давид сразу же пытается обострить, понимает, что есть здесь возможность. Тут же, тут же, это хороший боковой. Подостоялся Денис Хаматов, клинчует. Пропускает удары. Ох, проблемы у Дениса, проблемы. Попал, попал сам, Денис Хаматов здесь поскользнулся. Да, заигрался Гладун и словил баночку. Словил, причем чуть-чуть не коснулся коленями пола. Подсел, ну смотри. Ну смотри, продолжает атаковать. Он сейчас снова ведет Хаматова. Хаматов тоже очень много ударов пропустил. Тяжелый. Безкомпромиссный первый раунд. Ох, клинчует Денис, пытается спастись в клинче. Даже по выражению лица видно, как тяжело Денису. Гладун после пропущенного удара, смотри, он не сбавил обороты. Абсолютно не сбавил. Продолжает идти вперед, смотрите, болтает. Болтает после каждого удара здесь Хаматова. Денис плотно защищается, но несмотря на это, все равно эти удары приносят ему урон. Хорошо попадает с передней, но больше оттолкнул, наверное, здесь Хаматов своего соперника. Здесь опять-таки просто потеря равновесия. Такое ощущение, что так очень сильно стали ватными ноги у Хаматова. Мы видим, смотрите, как неуверенно он на них стоит все-таки. И позволяет ему делать все, что тот хочет. А Давид, в свою очередь, сильно затяжен именно на мощное попадание, что иногда где-то не хватает ему вот этой пластичности. Причем охотится исключительно за головой, хотя корпус у Хаматова открыт. Ударов практически нет. Второй раунд посоветовали поработать на дистанции Денису Хаматову. Посмотрим, удастся ли Денису реализовать этот план на бой. Пропускается сейчас в разрез справа Хаматов. Давид Гладун пошел снова вперед. Беспомогрестно идет вперед здесь. Гладун. Гладун просто напор, агрессия и прессинг в этом поединке. Вот она начала отвечать почаще Хаматов, кстати. Вспомнил про Джен. То, что ему нужно. Не позволять Гладуну работать в своем удовольствии, что называется. Гладун навязывает рубку. Навязывает рубку. Бьет и видно, да, удары тяжелые у Гладуна. Если ребята в день взвешивания показали 83,8, я так подозреваю, что в день боя они, наверное, уже под 90. Ностов вполне возможно, и поэтому бьют ребята очень плотно и жестко. Боковой от Гладуна здесь успел убрать голову. Давид. Немножко сумбурно. Сумбурно, но видно, что с большим желанием боксирует Топа. Прям соскучились по боксу. Гладун не боксировал с февраля. Хаматов, соответственно, с ноября прошлого года. С головой, оба. Забыл Гладун, совершенно забыл про корпус. Хаматов отвечает, но здесь не дотянулся Денис справа. Появилась уже гематома над левым глазом у Дениса Хаматова. Очень плотно туда забрасывает вот этот боковой свой. Давид Гладун. Апперкот от Гладуна и тут же боковой справа. Глаз практически закрылся левой у Хаматова. Отвечает Денис сейчас очень остро, но Гладун все выдержал. Тяжело там, не очень уверенно стоял на ногах. Хаматов. Обмен джебами. Гладун по-прежнему первым номером. Подавливает, подавливает. Успевает уйти от атаки и тут же пробить навстречу. По корпусу наконец-то вспомнил Гладун удары по корпусу. Не дотягивается Хаматов. Денису отстреливается он у Канатов. Он меньше пропустил ударов в этом раунде, чем в предыдущем. Джеб на джеб встречают бойцы. Опять имперкот от Гладуна. Попадает Гладун и чисто попал. Попятился Канатов и Денис Хаматов у Давида. Есть еще время. Стоп, 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 стоп. И останавливает рефери поединок. Первая досрочная победа для Давида Гладуна. Денис Хаматов. И третье досрочное поражение для Дениса Хаматова. Дамы и господа, рефери Семен Стахеев остановил поединок на второй минуте 46 секунде второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Давид Гладун. Продолжение следует...